Новое видео выходит каждый день в 20.00. Я буду всего этого и как бы ничего не забыть, как-то чего-то лишнего не сказать. Вот у вас когда-то такое было? Вот я сейчас нахожусь в таком положении, потому что эмоции у меня максимально смешаны. У меня просто пиздец, блядь. Я даже заикаю, я не знаю просто с чего начать, блядь. Я больше, я вам серьёзно скажу, я больше не хотел бомбить абсолютно точно. Мне не нравятся ролики, где я бомблю, я даже сам их не могу порой пересматривать. Хотя многие говорят, типа смешно, типа классно, там, блядь, проорался, покричался, там, обосрался. Блядь, мать пришла, я матери показал, она, блядь, тоже начала хохотать. Там потом пришёл батя, говорит, что вы хохочете, блядь. Батя тоже начал хохотать, блядь, приехали медики, блядь, увидели эту хуйню, начали тоже хохотать, блядь. И вся хуйня, но мне просто вот это вот не нравится, вот то, где я всё вот что-то подобное делаю. Однако, ладно, однако, ладно, давайте начну уж как начну. У Делорензи сегодня, потому что я думаю, что именно сегодня выйдет данный видеоролик, а не когда-то там в другое время и так далее, вышел свой альбом «Калейдоскоп». До этого я как бы немного раскритиковал промо-видео вот этого вот самого альбома на своей страничке ВКонтакте, но я особо ничего такого, знаете ли, плохого не сказал. Сказал просто, что вот эту хуйню её стыдно даже на свиноферме поставить. Вы знаете, тогда были просто такие, знаете ли, отрывки треков, то есть самый ключевой момент, там припевы или ещё какая-то вот эта вот дропы, там как это называется в этой, во всей музыке и так далее. Я задел микрофон только что, неважно, как вот эта вот вся хуйня называется. То есть вообще мне было похуй, я то есть выложил, сказал, типа, ну какая-то полная хуйня. Я думаю, ну, наверное, альбом послушаю, будет как-то получше. Захожу, слушаю альбом, просто пиздец, блядь. Это просто пиздец, то есть я не альбом послушал, блядь, не 11 вот этих вот треков ебаных, один из которых как бы уже все слышали, а второй это как бы просто вот перезапуск того трека, я про запретите аниме, конченный трек, просто вот непонятно вообще кто его может слушать. Однако, вы знаете, мне вот просто, у меня в голове не может такое уложиться, как человек, который сначала типа рофлит вот эту вот всю рэп-игру, записывает вот эти вот, знаете, треки по типу там 47 хромосом, там и вот вся вот эта вот прочая хуйня, что у него там еще было, диснокопов, да, где он просто перепел как бы Тимур Кубиц, при этом пародию он как бы не сделал, он просто как бы это сделал в другой локации, но при этом просто слово в слово перепел как бы трек Тимур Кубиц. Что он там еще, да много всего он там делал просто, и сейчас он пошел в какую-то серьезность, выпустил альбом. Во-первых, ну сразу видно, что человек абсолютно точно не разбирается, потому что альбом это как бы цельное произведение, когда как бы каждый трек он связан с друг другом по смыслу, и последний трек он как бы заканчивает абсолютно весь альбом, и многое другое. Тут просто какой-то, блядь, набросок треков, я не знаю, у Долорензи это как бы не альбом, это микстейп, то есть если правильно это все называть, однако он это представил как альбом Калейдоскоп, блядь, при чем тут Калейдоскоп, мне просто непонятно. Там есть трек Калейдоскоп, но он не раскрывает суть альбома. И вот вы мне сейчас можете сказать, да, типа в альбоме должно отражаться вот этот вот смысл, посыл, а никто же так не делает. Ну, чуваки, я не знаю, вот есть как бы на Западе такой вот рэп-исполнитель Кендрик Ламар, как бы у него есть альбом Good Kid Mad City, как бы там все по смыслу связано, каждый трек друг друга как бы закрепляет и все такое, там вот эти вот антиутописки, вот эти вот все идеи, мысли, там какая-то прочая хуйня, вот и все такое, вот. Если вы скажете, типа, ну это на Западе, типа на Западе, это вообще какие-то одни дебилы вот эту музыку-то делают, да, хотя наши все с Запада пиздят, и Долорензи также спиздил, но об этом потом, то у нас есть наш российский как бы исполнитель, самый лучший вообще в принципе, Оксимирон. И у него есть два альбома, это Вечный Жит и Горгород, Вечный Жит я не слушал, как там по сюжету, как там по всему прочему, однако в Горгороде как бы цельный сюжет, цельная картина, как бы там неразделенная любовь или как это, блядь, называется, посреди антиутопии, блядь. Ну то есть, ладно, сюжет типичный, как бы вторичный, там много клише всяких и так далее, но вы знаете, то есть это хотя бы какой-то сюжет был, хотя бы что-то, вот какая-то цельная картина там создавалась. Тут же просто, блядь, Долорензи, я не знаю, блядь, тут просто Долорензи, понимаете, просто вот напукал треков, микрофон такой, выложил это, блядь. Везде там Google Music, вот это вот, блядь, там Apple Music, вот это Play Music, там, бля-бум, блядь, опять задел, сука, вот ебаный Долорензи, блядь, просто представляю, как его лицо уже буду пиздить, блядь, точно так же пишу поп-фильтр. Я просто не знаю, я, блядь, Долорензи, это пиздец, я потратил сколько там минут времени, ну, наверное, где-то около получаса, возможно, где-то, ну, возможно, больше, возможно, меньше, я не знаю, блядь. Мне вообще похуй, я Ярослав Брулев сегодня, да, как и всегда, впрочем-то. И я просто, я эту хуйню слушал, я просто не понимал, блядь, и я думаю, не, может, это пранк какой-то, может, это розыгрыш, блядь, может, он так зарофлил, типа, нормальный альбом он когда-то выйдет, но нет, это реальный альбом, это, блядь, реальный альбом Калейдоскоп. Я, я вот никогда не думал, что я что-то подобное скажу, но вот у Нурминского тоже вот, а не так давно, там, что-то день, там, два дня, или сколько, там, дней назад тоже вышел альбом, как бы, что-то пацаны с улиц пробиваются в люди и так далее. Я не думал, что я такое скажу, но у Нурминского, как бы, при том, что это уличный вот этот вот пацанский рэп, полное говно, мне это абсолютно не нравится, у Нурминского альбом звучит лучше по концепции, там тоже нету сюжета никакого, там тоже нихуя нет, но вот сами треки, они хотя бы по смыслу связаны. Тут он в одном треке пизда страдает, в другом там вообще другая хуйня какая-то, в другом треке он опять пизда страдает, в конце вообще непонятно, что, запретите аниме, запретите аниме версия 2. Что это за хуйня, блять, что я послушал Делорензи, блять, это просто пиздец. Вы можете меня спросить, да, а что вот ролик про альбом Делорензи делает на этом канале? Я вам скажу так, когда я только начинал делать этот канал, я вот сразу сказал, что, блять, у Делорензи просто нету никакого таланта в музыке и так далее. И возможно, ладно, ладно, я подумал, ну может быть я, токсичный, предвзятый уебан, набросился на Делорензи, который старался над альбом, я не могу его как-то объективно здраво оценивать, хотя объективности, в принципе, блять, не существует, так или иначе. Но я подумал, ну возможно, я как-то, знаете ли, предвзято к нему отнесся, как-то плохо все это оценил, я просто скинул альбом друзьям, которые просто не знают, блять, кто такой этот, блять, Делорензи, вообще в сампе ничего не мешает, они просто сказали, блять, проблевались. Они говорят, блять, это дерьмо, это невозможно слушать, говорят, нахуй ты это скинул, чё за, блять, отрыжка ебаная, один из треков это просто какая-то отрыжка, он в микрофон порыгал, блять, вот эти вот завывания автотюновские, он, блять, сделал и всё. Там также есть один фит вот с Тимуркой Биста, вот это, вот так там, блять, всё, я просто, я не знаю, даже фит с Тимуркой Биц не спас этот альбом, я не знаю, просто этот альбом, он был обречён на провал, это наихуёвейший альбом, однако вы знаете, вы знаете, он уже там, концерты у него устраиваются, вся хуйня, если, блять, концерты наберут больше трёх человек, я не знаю, блять, я просто, это просто мир говноедов, блять, вот всегда, вы знаете, говорят, что новое поколение, оно как бы умнее, чем старое, пиздец, бля, мы интеллектуальное развитие видим просто на все 100%, вот это вот уебано, вот с этим вот, блять, альбом, его просто, блять, все слушают, и ладно, ладно, возможно, что вот мне не понравилось, потому что я предвзяток сам прям отношусь, там, к каким-то другим людям не понравилось, потому что они вообще не знают, кто это такой, там, ну, что он вообще делает, хотя необязательно знать, кто он такой, для того, чтобы сказать, что альбом полная параша, как бы, полная говно, я думаю, ну ладно, может мои друзья, они такие же, как они, как я, типа, ебаные, токсики, нихуя не понимающие в музыке, я просто, я зашел в комментарии, блять, в самую, там, хуевую помойку, с самым таким, знаете, отбитым, ебанутым комьюнити, который схавывает любое говно, ведь они подписаны, блять, на лайфсамп, просто выложили этот ебаный альбом, я зашел, блять, в комментарии, там просто все пишут, пиздец, пацаны, блять, кровь из ушей пошла, это невозможно слушать, блять, я не один такой, то есть, я когда эту всю хуйню увидел, я понял, я не один такой, блять, неужели я объективен, неужели я в самом деле, блять, объективен, потому что, знаете, там, в комментариях под этот альбом кидают треки, которые похожи с треками других исполнителей, там, по биту, по подаче, там, вот, по всей прочей хуйне, там, на моей страничке ВКонтакте можете это все промониторить, я думаю, что люди, которые более, как-то лучше разбираются в музыкальном жанре, при прослушивании данного альбома, вообще, в принципе, смогут нам многое сказать, к сожалению, у меня таких людей нету, как бы, ну, я не знаю, мои друзья, они просто с обывательской точки зрения оценили, вот, все подобные треки, типа, подобный альбом, вообще, и вы знаете, вот, многие люди в комментариях под моими постами ВКонтакте написали, мол, слушай, ты чё, блять, ты серьёзно, вот, как-то оцениваешь вот этот вот альбом от человека, который записывает треки, там, про 47 хромосом, про вот это вот 3C смартфон и про всю прочую хуйню, ты чё, серьёзно, блять, не, не, ты без рофлов вот это вот делаешь? Я скажу вам так, да, без рофлов, потому что он этот альбом презентует, как реально какое-то музыкальное, блять, произведение, какого хуя я не могу, типа, это нормально оценить, что мне, мне надо, типа, сказать, еба, блин, до Орэнджи, классно зарофлил, классно сделал, блять, рофли, сука, Слава, извиняюсь, Валентин дядька, вот у него охуительные рофлы в альбоме, можете послушать, там, какая детская танцевальная музыка, дебуны, блять, охуительные альбомы, блять, просто смеёшься реально не переставая, просто охуительно затролировано, а тут просто, ну, просто отрыжка какая-то, просто он, блять, порыгал, и всё, блять, я просто, блять, не знаю, и до Орэнджи, вы знаете, он достаточно плохо относится к критике каких-то своих произведений, сразу начинает язвить, как-то таксичь, хотя он, как бы, против этого, но вот он считает, что он действительно делает что-то годное, но это просто, это отрыжка, блять, это такой хуйни, блять, может нарыгать, сука, каждый, просто ты зашёл, блять, в студию звукозаписи, хуйни порыгал в микрофон, у тебя, блять, слова даже разобрать нельзя, чё это за хуйня, ебаная, ещё, блять, Нострадамус, сука, во втором веке до нашей эры сказал, в рэпе, сука, должны быть различимы слова, а не вот это вот, ну, парни из деревни, запретите, анимат, чё за хуйня, блять, я слушал, блять, потому что мне в уши рыгали, я не знаю, пиздец, это невозможно слушать, сука, Долорензи, блять, я не знаю, попроси, вот, скинь вот этим вот, хотя нет, самперы, вы знаете, если самперам скинуть треки Долорензи, и они скажут, ебаная, Долорензи, красава, как же классно сделал, я не знаю, скинь каким-то независимым людям, подойди к бомжам на улице, просто спроси у них, как им, блять, альбом вот этого, они скажут, а тебе даже бомжи, блять, без особого какого-то вкуса музыкального скажут, и, блять, выстрел хуйню полную, я не знаю, как это можно слушать, я не знаю, как можно вот эти вот клипы смотреть, клип у него тоже вот, сегодня вышел этот парень из деревни, снято охуенно, смонтировано охуенно, трек говно, трек просто говно, блять, хотя, вы знаете, если бы он сам монтировал, я уверен, что он бы смонтировал что-то наподобие Дисона на копов, потому что оно по-другому просто, блять, невозможно, на полном серьезе, блять, ну, то есть, пиздец, а так, там, Лизуновы снимали, монтировали тоже Лизунову, все сделали Лизунову, он прям только рот пооткрывал под свою же песню, я не знаю, блять, возможно, я токсичный уебан, возможно, я не понял, бля, вот этого вот музыкального послания, но я вижу просто какой-то, блять, микстейп с двумя треками, блять, которые одни и те же просто, я не знаю, блять, и по итогу получается не один из, блять, треков, а, сука, девять, что это за хуйня, блять, я не знаю, и причем эти девять треков, они абсолютно посредственные, абсолютно, блять, неинтересные, их невозможно слушать, это отрыжка ебаная. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.